За час Олег Королёв ответил на два десятка вопросов. Молодые люди затрагивали разные темы, от развития спорта до строительства питомников для бездомных животных. Интересовались отношением главы региона к допинг-скандалу и вопросами личного характера. Например, кем глава региона мечтал стать в детстве? Если тем, кто представляет моё поколение, было трудно протолкнуться по жизни, то вам ничего не нужно для того, чтобы быть счастливым и успешным. Глава региона рекомендовал фрумчанам придерживаться двух главных принципов, чтобы достичь благополучия в жизни. Надо настроиться на успех, бороться за него. Глаза должны сверкать, гореть глаза. Не получилось в первый раз, а второго получили. Не поступили, не приняли, примут, добьюсь. Полина Гульшина подготовилась к встрече заранее. Пришла не с пустыми руками, а социальным проектом по открытию гимнастического зала для детей-инвалидов. На листе Ватмана схематически описала, что для этого нужно и главное для чего. Сейчас люди с ограниченными возможностями, они себя чувствуют ущемлёнными в этой области. Но судя по тому, какие я читала примеры и видела на своём личном опыте, что люди как раз-таки с ограниченными возможностями, с синдромом Дауна, например, шестикратный призёр, и у него есть шесть медалей по спортивной гимнастике, парень из Воронежа, и это пример для многих. Идею Олег Королёв одобрил и напомнил, что здоровый образ жизни сегодня в моде. Третью смену форума назвали «Платформа будущего» и посвятили теме добровольчества. Форумчане говорили о развитии добровольческого движения, делились своими идеями добрых дел и интересовались, как получить поддержку власти на воплощение в жизнь социально значимых проектов. Этот год будет богат на социальные проекты, на социальные инициативы. Их количество будет стремиться к четырём десяткам, но уже сейчас мы можем подвести итог десяткам интересных встреч. Два десятка у каждой смены, итого 60 часов лекционных занятий. И это в летнее время, с одной стороны, с другой стороны, это с горящими глазами у ребят. Это сотни новых знакомств, это сотни новых контактов, это десятки новых проектных команд. Если в прошлые годы молодые лидеры приезжали на форум для того, чтобы обменяться опытом и чему-нибудь научиться, то в этот раз главным критерием отбора было наличие собственной проектной идеи. Торжественное закрытие форума состоится 28 июля на главной сцене базы отдыха «Бригантина». Татьяна Фёдорова, Дмитрий Кузнецов, Липецкое время.